Этот ролик посвящен памяти авантюриста, ставшего таковым не по своей воле, с которого началось эпичное приключение Властелина Колец за авторством Джона Толкина. Это история Бильбо Бэггинса. Бильбо Бэггинс родился в Шире в 1890 году Третьей Эпохе. Единственный сын Панго Бэггинса и Беладонны Тук, Бильбо, провел свою молодость в Наре Хоббитов, известной как Бэг-Энд, которая останется его домом и после смерти родителей. В детстве Бильбо всегда хотел узнать больше о том, что происходило за пределами Шира. Эта его необычная черта привлекла внимание волшебника Гэндальфа, но когда Бильбо стал старше, он, казалось, утратил эту особенность. Он жил один и довольствовался тем же, что и его собратья-хоббиты – едой, питьем и отдыхом, и никогда не доставлял хлопот своим соседям. И пускай Бильбо этого не знал, все должно было измениться после того, как ему исполнилось 50. Ранняя взрослая жизнь Бильбо прошла в тихом комфорте в Бэг-Энде, но его спокойствие было нарушено прибытием Гэндальфа, который попросил Бильбо принять участие в предстоящем приключении. Вскоре на порог Бильбо начали прибывать странные гномы. В общей сложности 13. Гномов возглавлял Торин Дубащит, который объяснил Бильбо, что они направляются в Эребор, чтобы вернуть дом своих предков в Одинокой горе. Дракон Смауг изгнал гномов много лет назад и с тех пор спал внутри, собрав все сокровища вокруг себя. Вот почему гномам понадобилась помощь Бильбо. – Это почему мы нуждаем бурглера. – Хм, тоже хороший. Я надеюсь, экспертом. – А ты? Бильбо не хотел идти, так как, в принципе, не считал себя грабителем, но в конце концов согласился отправиться из Шира вместе с гномами. – Я пойду на гном! Отправившись вместе с Торином и компанией, Бильбо столкнулся с тремя троллями, которые почти положили конец едва начавшемуся походу, прежде чем Гэндальф пришел на помощь. Когда тролли обратились в камень, Бильбо и гномы смогли исследовать ближайшую пещеру. Именно здесь Бильбо и обнаружил свой меч Жала, который он хранил много лет. В конце концов, компания достигла эльфийского города Ривенделл, где Бильбо впервые встретился с Элрондом. Бильбо был очарован эльфами, и это чувство он пронесет через всю оставшуюся жизнь. Компания покинула Ривенделл, чтобы пройти через мглистые горы, где они пытались укрыться в пещере. Вскоре они обнаружили, что гоблины наводнили гору, и пускай Бильбо удалось избежать плена, Торину и компании повезло меньше. Пока гномы и Гэндальф разбирались с гоблинами, Бильбо упал в расщелину и в темноте случайно нашел золотое кольцо. Вскоре после этого он столкнулся со странным существом, известным как Голлум, который пригрозил съесть его, если Хоббит не выиграет состязание по загадкам. Бильбо озадачил Голлума своей последней загадкой. – Что я получил в моем доме? Когда Голлум стал раздражаться все сильнее, Бильбо надел кольцо и исчез. Голлум подумал, что Хоббит нашел путь наружу, и погнался за ним к выходу из пещеры. Бильбо использовал свою новообретенную невидимость, чтобы последовать за жутким обитателем подземелья, выбравшись таким образом из пещеры. Снаружи Бильбо вновь присоединился к гномам, которым удалось пробиться через мглистые горы. Затем группа подверглась нападению врагов, но их спасли друзья Гэндальфа, Великие Орлы. Когда компания наконец добралась до Одинокой горы, Бильбо пробрался внутрь через секретную дверь, указанную на карте Торина. Вторжение Бильбо разбудило дракона Смауга, поэтому Хоббит надел кольцо, чтобы оставаться невидимым и заставил Смауга разгадывать загадки, пока он не обнаружил, что у дракона есть брешь в броне. Бильбо рассказал гномам о слабости Смауга, а находящийся поблизости дрозд услышал об этом и поведал секрет Барду-лучнику в соседнем озерном городе. Когда Смауг пришел в ярость и покинул гору, чтобы сжечь город в отместку за воровство Бильбо, Барт выстрелил в щель между чешуей дракона и убил его. Но борьба с драконом была только началом битвы. Вскоре прибыли группы людей и эльфов, чтобы заявить свои права на Сокровища горы. Гномы послали просьбу о помощи своим собратьям, и как только битва должна была начаться, Бильбо рассказал, что украл Аркинстон, самый ценный артефакт гномов. Бильбо использовал его, чтобы попытаться добиться мира, но вскоре переговоры между тремя фракциями были прерваны армией гоблинов. В последующем сражении, известном как Битва Пяти Воинств, названном так из-за участия Орлов, Торин был убит, что положило конец его походу с целью возвращения своего королевства. Бильбо должен был получить одну 14-ую часть Сокровищ Одинокой горы, но вместо этого согласился на два сундука с золотом и серебром. Он вернулся домой в Шир, и, когда прибыл в Бэг-Энд, обнаружил, что предстоит ещё одно сражение. Его нечистые на руку кузены, Саксвилльбэггинсы, начали продавать с аукциона всё его имущество, чтобы они могли сами переехать в Бэг-Энд. Только самостоятельно выкупив каждый предмет своей же мебели, Бильбо смог вернуться к нормальной жизни. В конце концов, он начал писать книгу, рассказывающую о своих приключениях, под названием Туда и Обратно. Но Бильбо уже никогда не будет прежним. Его долгое путешествие и неожиданное возвращение привели к слухам и шепоту о том, что он делал и чем занимался в одиночестве в Бэг-Энде. Что ещё более важно, пускай тогда он и не знал об этом, кольцо, которое он обнаружил в Мглистых горах, начало овладевать им. В результате Бильбо, казалось, совсем не старел в последующие 60 лет. По мере приближения празднования своего 111-го дня рождения, Бильбо решил отправиться в ещё одно последнее приключение перед смертью. – Я хочу снова увидеть реки! Реки, Гандальф! Празднование дня рождения Бильбо было масштабным, и он завершил его, надев кольцо и исчезнув. После вечеринки Бильбо приготовился отправиться в Ривенделл, но Гэндальф начал спорить с ним по поводу кольца. Зная о величии, которое оно оказывало на его старого друга, волшебник убедил Бильбо оставить кольцо вместе с Бэгэндом в качестве наследства своему племяннику Фродо. Сначала Бильбо сопротивлялся, но после того, как успокоился, он осознал мудрость совета Гэндальфа. Бильбо отдал кольцо и покинул Шир. Без ведома Бильбо, исследование Гэндальфа вскоре подтвердило, что кольцо на самом деле было тем самым единым кольцом, созданным темным властелином Сауроном в попытке покорить всё Средиземье. Отпустив его и оставив Фродо, Бильбо стал первым владельцем в истории кольца, добровольно отказавшимся от него. Бильбо некоторое время оставался в королевстве Элронда, затем снова ушел, чтобы посетить город Дейл и ещё раз взглянуть на одинокую гору, прежде чем снова вернуться в Ривенделл. Там он продолжил работу над своей книгой и начал замечать, что возраст начинает брать над ним верх. Без кольца он становился всё слабее и слабее. В конце концов, Фродо прибыл в Ривенделл вместе с кольцом, во время похода с целью его уничтожения. Бильбо всё ещё жаждал кольца, но знал, что будет лучше, если Фродо преуспеет в своем начинании. Бильбо подарил своему племяннику два оставшихся артефакта из своих приключений – клинок жала и кольчугу из мифрила. Пока Бильбо оставался в Ривенделле, Фродо продолжал продвигаться к Мордору. В конце концов, Фродо удалось уничтожить кольцо, положив начало Четвертой Эпохе. Четвертая Эпоха стала известна как Эпоха людей, так как великие лидеры эльфов покинули континент, чтобы плыть на запад, в Бессмертные земли. Поскольку оба они были носителями кольца, Фродо и Бильбо были приглашены сопровождать Элронда и Леди Галадриэль из Лотвориэна через море. Перед отъездом из Средиземья Бильбо исполнился 131 год, что сделало его старейшим хоббитом в истории континента. Он отплыл на запад и, вероятно, мирно скончался в Бессмертных землях. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про Властелина колец, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!